Спасибо вам большое. Я в продолжении уже нашей, собственно говоря, секции хочу передать вам слово. Елена Владимировна точно не нуждается в представлении специалиста показания палеотивной помощи. Ее знают, любят, уважают и как профессора, и как учителя. Поэтому я как раз очень хотел бы, чтобы вы услышали те вопросы, на которые точно так же не должны решаться в терминальном периоде, а вообще является проблемой оказания палеотивной помощи ребенка. Это нукритивная поддержка. Елена Владимировна, спасибо. Спасибо большое. Эта тема давно в фокусе моего внимания, но сейчас она получила такое новое развитие в связи с тем, что в каждом регионе России принята региональная программа развития палеотивной помощи. Мы этого хотели, мы к этому ушли. И вот одним из разделов такой программы является отношение региона к нутритивной поддержке. Перед вами из восьми регионов юга, южного федерального округа, четыре. Почему эти четыре? Потому что они в своих региональных программах подтвердили, что они всерьез собираются заниматься организацией. И заметьте, не просто каким-то, как это сказать, за пациентом следуемым решением вопросов, а программным подходом, системным подходом к нутритивной поддержке. И вы видите, я вам не случайно вывожу реквизиты, это скучная информация, но мне хотелось подчеркнуть, что это постановление уровня губернатора, уровня руководителя администрации региона. Значит, что это говорит? Это говорит о том, что обязательно будет спрошено, что будет текущий мониторинг, что те вещи, которые заложены в региональную программу, не могут быть какими-то благими пожеланиями. Это финансово оформляемые обязательства, это очень жесткий контроль за расходованием и за планированием. Поэтому для тех, кто, может быть, думает, что это кабинетные и весьма бюрократические вещи, я хочу вам сказать, эта программа проедет через много семей, через много желудочно-кишечных трактов разных детей в разных стадиях развития своих заболеваний. Я не вывела сюда остальные четыре региона ЮФО по той причине, что они никак не высказались в своих региональных программах. Вот, может быть, вы, доктора, кто нас слушает, вы происходите из Калмыкии или Крыма или Севастополя или Адыгеи. Вот пусть вам будет известно, что те люди, которые планируют развитие аппалиативной помощи в этих субъектах Российской Федерации, пока еще очень рабки в деле развития этой программы нутритивной. И дальше мое сообщение построено таким образом, что это пошаговое изложение, а как же приступать к составлению этой программы, как же ее в годах разворачивать, да, и что должен сделать организатор. Я прошу прощения, у меня почему-то не перелистывается слайд. Предоставите мою презентацию организаторам, а я буду пробиваться через плохо листаемые слайды. Так вот, я хочу вам показать, что рубрикация этой программы начинается с шага один. Этот шаг называется «Сколько у нас детей, нуждающихся в нутритивной поддержке?». Для этого должно быть сначала ретроспективно, заметьте, за прошедший календарный год должно быть проанализировано, сколько детей получили нутритивную поддержку в домашних условиях и сколько в стационаре. Вот вы видите слайд про домашние амбулаторные условия. При этом просто посчитайте, кто пьет методом сиппинга, кто пользуется зондом, пусть даже не постоянно, кто гастростомой, а кто по каким-то обстоятельствам получает домашнее паранитеральное питание, например, дети с синдромом короткой кишки. Очень сложно, поскольку ребенок растет и развивается, говорить о том, какой объем смеси он потребляет ежедневно. Вообще никто не отменял аппетит и анорексию, когда-то больше, когда-то меньше. Ребенок прибавляет в весе или худеет, это тоже влияет на расчет объема питания. И когда доктор планирует свои действия, он естественно и само собой дает усредненный расчет. Надо понимать, что иногда даже такие нюансы, как, допустим, ванильный или шоколадный или фруктовый вкус данной смеси, он может иметь значение. Я вынуждена прерваться на одну секунду. Следующее, о чем нам надо поговорить, это наличие так называемого алгоритма нутритивной поддержки. То есть все должно начинаться с признания ребенка палеотивным, с постановки ему соответствующего, полноценного, основного, сопутствующего диагноза. А также очень важно провести то, что диетологи называют нутритивным скринингом. То есть полноценная всесторонняя оценка нутритивного статуса или рисков нарушения этого нутритивного статуса. Дальше, как вы видите, способ нутритивной поддержки зависит от того, в каком виде находится функция желудочно-кишечного тракта. Если она нарушена, и если мы видим клинический малябсорбцию, мы должны обсудить паранатеральное питание как возможную опцию. При этом, само собой, что это питание не физиологичное, само собой, что оно имеет ограничения, что оно дорогое, и может быть методом только временной поддержки у большинства детей. И после восстановления функции ЖКТ нужно приходить к энтеральному питанию, либо же давать это энтеральное питание тогда, когда мы уверены в сохраненной функции эвакуаторной, моторной, секреторной функции ЖКТ. Вот эта нижняя рамка справа, вы можете видеть методы доставки, которые пользуются диетологи и педиатры, и гастроэнтерологи. Это все по клиническому контексту выбирается. И очень трудно, почему мы говорим сегодня о программе, очень трудно спрогнозировать переключение, когда пациент будет хуже, лучше себя чувствовать, какие объемы смеси он будет употреблять в ситуации с анорексией, в ситуации с постановкой, допустим, гастростомы. Это все настолько приблизительные расчеты, что при всех попытках ввести это в какой-то расчетный, строго организованный порядок, мы обычно терпим фиаско. Поэтому здесь нас ждут огромные методические вызовы, большая работа по рекомендуемым расчетам и объемов, и линейке этих смесей, и способам доставки. И это есть задача исследовательская. Посмотрите, пожалуйста, на численность детей, которые в 2019 году получили палеоативную помощь в Южном федеральном округе. Видите, что это достаточно заметная цифра, при том, что количество детей, амбулаторно получающих палеоативную помощь, почти в два раза больше, чем стационарно. Почему я на этом фокусируюсь? Потому что если в стационаре вы можете продукты энтерального и парантерального питания ребенку приобрести, спланировать это, допустим, понимая, сколько у вас больных обычно проходит через год, то в домашних условиях амбулаторно очень трудно обеспечить стабильное финансирование, потому что закупка питательных смесей по федеральным средствам, из средств федерального бюджета. Многими регионами, кстати, неправильно понимается, как закупка любых смесей детям-инвалидам по этому распоряжению правительства, подписанному Медведеву. Список этот продуктов специализированного питания, он обновляется один раз в год, обычно осенью. И в 2019 году это было, но я подчеркиваю, это перечень продуктов специализированного питания для детей-инвалидов, привязанный к их основному заболеванию, потому что продукты специализированы в отношении их, как правило, наследственных видов патологий. Если туда входят стандартные смеси, это не означает, что согласно этому распоряжению любому ребенку-инвалиду можно назначить будет такое питание. Говоря о назиологических группах детей, мне важно подчеркнуть, что четыре основных группы имеются. Это дети с неврологическими заболеваниями, с пороками развития, с наследственной патологией, с онкологической патологией. И важно, что мы провели в 2019 году валидацию шкалы. Вот она перед вами, шкала ЭДАКС, которая позволяет оценить способность ребенка есть и пить. И будучи задумана как шкала для детей с детским церебральным параличом, старше трех лет, эта шкала вполне вероятно работает в интересах любого ребенка с органическим поражением ЦНС. Это тоже вопрос, который ждет своего исследовательского заключения. Второй вопрос, который обычно стоит, я извиняюсь за листание слайдов, это мучительный для меня процесс оказался, но технически я не могу это изменить. Второй раздел – это как выбирать смесь, попросту говоря, при этом важны не только характеристики смесей, но и учет, откуда вы будете их закупать, из каких финансовых средств. Будут ли это средства семьи, средства спонсоров или средства бюджетные. Вот здесь мне важно вам показать, что по форме употребления энтеральные смеси могут быть разделены на три раздела. Наиболее дорогие и редко применяемые смеси в формах для зондового питания – это обычно стационарный репертуар. Но если ребенок через перфузор питается, через энтеромат питается давно, например, дети с синдромом короткой кишки, дети с муковисцидозом, кишечная форма, они могут и в условиях дома с обученными родителями пользоваться этими смесями, и не только для интенсивной терапии. Как правило, это жидкие смеси, поставляемые через энтеромат. Второй раздел – это сухие смеси для питания как в стационаре, так и в домашних условиях. Они перед вами, их биохимические характеристики могут быть самые разные. И, наконец, это сбалансированные, полноценные, готовые к употреблению смеси для питания как в стационаре, так и в домашних условиях. Это вот эти маленькие, напоминающие детские соки или школьное молоко, очень удобные и, как правило, нравящиеся детям продукты энтерального питания. Пока мы решаем этот вопрос, я все же приду к алгоритму, который при планировании составления региональных программ нутритивной поддержки важно держать в голове. Первый шаг – это расчет питания без применения энтеральных смесей. Второй шаг – это ваше решение о том, сможет ли ребенок методом сиппинга участвовать в энтеральном питании. И здесь первым выбором для ребенка являются так называемые стандартные смеси. То есть смеси, где в одном миллилитре имеется одна килокалория. Уважаемый организатор, когда вы планируете нутритивную поддержку, вторым шагом является сиппинг с использованием стандартных или стандартных с пищевыми волокнами смесей. Среди них хорошо и много применяемые нашими коллегами клинотрен, клинотрен-джуниор, клинотрен-оптимум в одном миллилитре этих смесей одна килокалория, что удобно в интересах расчета. Могут через сиппинг применяться также и гиперкалорийные смеси. Их перед вами здесь перечисление. Пожалуйста, дальше. Третьим шагом является решение вопроса, может ли ребенок продолжать питаться стандартными или даже гиперкалорийными смесями, или же следует прийти к так называемым гидролизатам, которые в строгом смысле называются полуэлементными-элементными смесями. Это очень давно и широко применяемые алфаре, алфаре-аллергии, алфаре-амина с рождения может применяться. Говорят о том, что вкус этих смесей не идеален, но, как опыт показывает, последние поколения алфаре, в общем-то, во многом решили эту задачу. Так же, как и применение пептамена, гидролизаты – это третья из четырех ступеней. И четвертая финальная ступень – это подключение парентерального питания. Потому что, пожалуйста, следующий слайд. Нам надо с вами помнить о том, что так называемое трофическое питание – это способ борьбы с атрофией слизистой желудочно-кишечного тракта. Пожалуйста, дальше. Мне хотелось вам, кто занят с палеотивными детьми, еще подсказать, что загустители – это практически обязательный элемент работы палеотивного диетолога, если есть такая специальность. И такая смесь, специализированная как ресурс «Тиккин-апклея» – это загуститель прозрачный, не изменяющий вкус и консистенцию меняющий за счет ксантановой камеди. Почему загуститель важен? Потому что аспирация у палеотивных неврологических пациентов скорее наступает жидкой пищей, чем густой. Соответственно, загуститель помогает снизить риск аспирации. Пожалуйста, дальше. Как же сложно просчитать эту потребность, потому что все время ребенок, если так можно сказать, меняет объемы и меняет уровень потребления. Если можно, давайте в медленном темпе, чтобы я не вышла из тайминга. Хочу вам показать, что вопрос еще решения медизделий для нутритивной поддержки важен. Пожалуйста, дальше. Зонды назогастральные, гастростомические трубки. Пожалуйста, дальше. Помпы для энтерального питания. Все это должен продумать человек, который планирует элементы программы региональной нутритивной поддержки. Пожалуйста, дальше. Четвертый раздел. Надо учить персонал. Это не требует комментариев. Пожалуйста, дальше. Это последний раздел. Надо еще учить и обязательно и родителей, потому что сколько ребенок будет в палеоативном статусе, столько будет необходимо заботиться о его нутритивной поддержке. Пожалуйста, дальше. Пожалуйста, щелкните. Появляется постепенно здесь серия изображений, которая говорит о том, что зондовое гастростомическое питание требует огромного контроля за комплаенсом родительским. И это задача образовательных программ. Пожалуйста, дальше. Информационная поддержка родителей как способ их обучения и поднятия их уровня навыков ухода бывает очень разнородной, очень противоречивой. И формировать потребительские навыки, навыки ухода у семей – это тоже задача региональной программы нутритивной поддержки. Мои извинения за технические накладки. Я благодарна, что мы с ними справились. Спасибо техническим организаторам. Это все, что я хотела вам рассказать. Поехали.